Сейчас вы увидите фильм серии страницей жизни замечательных людей. Грегор Мендель. Думал ли он, ставя свои простые опыты, что они дадут жизнь гигантскому направлению современной науки? Грегор Мендель. Это было более ста лет назад в чешском городе Брюни. Каноник монастыря святого Томаша Грегор Мендель возвращался с мессы. Он спешил. Его ждали на заседании Брюнского общества естествоиспытателей. Он должен был выступить с очередным докладом о своих научных исследованиях. Господа, глубоко уважаемые члены Ферраина. Сегодня нам предстоит прослушать сообщение господина Менделя о растительных гибридах, полученных путем опыления родственных видов. Прошу вас. Господа, предлагаемая вашему вниманию работа представляет собой результат многолетнего эксперимента. Моей целью явилось выяснение законов, по которым наследуются родительские признаки. Насколько это может представить интерес, пусть судит благосклонная критика. Этого дня он ждал восемь лет. Восемь долгих лет. В маленьком палисаднике под окнами прелатуры восемь лет назад он вскопал первые грядки. Наверное, это и было начало знаменитого эксперимента с горохом. До этого были еще два года. Я проверял чистоту родительских форм. Могу вас уверить, что в роду этого гороха были только желтые, а этого исключительно зеленые семена. КОНЕЦ Вот, смотри, Йозеф, как надежно запрятаны в цветке гороха, тычинка и пестик. Не мудрено, что до них не может добраться ни одно насекомое. Поэтому он самопыляется. Зачем же вы мешаете ему? Для того, чтобы произвести искусственное пыление. Я выщипываю пыльники у цветка одного сорта. И опыляю пыльцой другого. А зачем колпачки? Чтобы никакая другая пыльца не попала на них. А зачем вам это нужно, господин Мендель? Ну, видишь ли, я хочу узнать, каким образом от отца с матери к детям передаются их черты. Вот, например, твой курносый нос. А почему же горох? Горох удобен по многим причинам. А, я знаю, из него очень вкусная похлебка. Несомненно. Но у него есть и другие достоинства. У гороха множество разновидностей. Из глиника на грядке. У одних кусты высокие, у других низкие. У одних цветы розовые, у других белые. Семена одного сорта желтые, другого зеленые. А сами горошины могут быть гладкими или морщинистыми. Все эти признаки стойко передаются от родителей к детям. Ну, теперь ты понял, почему горох? Да. КОНЕЦ Ну, конечно, ничего особенно нового в моих опытах нет. Слава богу, гибридизацией занимались многие. Киллрейтор, сам Негеле. Но вот в чем, кажется, они ошибались. Они хотели понять, как наследуются сразу все родительские признаки. От этого путаница, путаница. Путаница. А за какую нить тянуть, чтобы распутать этот клубок? Должен же быть в этой путанице какой-то порядок. Свой закон. Существуют же законы физики, математики. А здесь что? Закон случая. Тогда нужно знать статистику этих случаев. Нужны цифры, цифры. Нет, нет, я на правильном пути. Надо сначала понять, как наследуется один какой-нибудь признак. Ну, пусть цвет горошина. Доброе утро. Доброе утро, брат Дайкер. Доброе утро, брат. Какой ранний час, а вы уже заработаете. Собираете урожай. Да, надеюсь, справится к утренней мессе. Да поможет вам Господь. 22, 23, 24, 25, 26. Желтый цвет доминирует. Можно подумать, что зеленокожий отец не принимал участия в скрещивании. Куда ж девался отцовский признак? Вовсе исчез или временно отступил? Что ж получилось? У материнских растений горошины были желтого цвета, у отцовских зеленого. Потомство желтое. Будущее весное надо будет посеять эти гибридные семена. Интересно, какого цвета потомство они дадут? Нус, как к вашей научной изыскании, брат Дрэбер? Вы по-прежнему увлечены метеорологией? Да нет, не от меня. Теперь интересует нечто иное. Да, любопытно. Да, не все мои ученики любят. Считать. А все же почему в урожае оказались только желтые горошины? О, Господи, поскорей бы весна. Как он ждал этой весны. Хорошо нынешним генетикам и селекционерам. У них есть камера искусственного климата. А ему пришлось ждать целую зиму. И вот, наконец, в землю легли желтые семена. Потомство первого поколения. Господин Мендер, поглядите. У меня же ты побежал, Йорик. Ну, дверь. Дверь, дверь. Посмотри дома. Скорее, скорее, скорее. Догоняй. Стоять, подождите. А, кусаются. А меня они не кусают. Глядите, они боятся дыма. Если все пойдет, как я предполагаю, очень скоро я вас угощу отменным медом из этого уля. Ведь все дело в том, что я собираюсь провести один эксперимент. Извините, господин профессор, но я давно уже хотел у вас спросить. А как же получилось с горохом? С горохом, с горохом получились удивительные вещи, Йоза. Удивительные. Удивительные. Но, боюсь, мне понадобится не меньше года, чтобы понять, что произошло. Смотри. Что там у тебя? Подождите. Томаш и Людвиг на сегодня свободны. Справляйтесь по домам. Йозеф мне еще нужен, он пойдет со мной. Спасибо. Принеси-ка мне Йозеф скобейчку. А почему нет колпачков? А ты что же, забыл, что в этот раз мы позволили цветкам самопылиться? Все плоды собирать? Все. Вот они. Вот же они. в какой пропорции один к трем. Ну, не случайно, если это. 0,1, 705, желтые, 24, зеленые, 3, 15. 880, 2, желтые, 22, зеленые, 2, 25. И во всех случаях 3 к 1. На второй год я не прибегал к скрещиванию. Я высеял эти желтые семена, и цветки самоопылились. Самоопылились. И тем не менее, во втором поколении гибридов среди желтых появились зеленые горошины. И при том, в ясно выраженном соотношении 3 к 1. Например, на каждые 3 желтых горошины приходилась 1 зеленая, на каждые 3 растения с красными цветками, 1 растение с белыми. Они слушали, не понимая его. Гибридизация. Но при чем же здесь математика? Числовые соотношения, алгебраические формулы? Я полагаю, что наследственные признаки передаются от родителей к потомству с помощью неких материальных частиц. Я назвал их задатками. Материальные носители наследственности. И это в 1865 году. Задатки содержатся в половых клетках родителей и при оплодотворении особым образом комбинируются. В зависимости от того, в какой комбинации встретятся задатки, у потомства проявляются те или иные родительские черты. Благодарю вас, господа. Если бы они знали, что присутствуют при рождении одной из удивительнейших наук века, какими бы овациями они наградили его. Ведь материальные задатки, о которых докладывал Мендель, не что иное, как гены. И он первый предугадал их существование. Глубоко уважаемый господин Мендель, мне кажется, что опыта с горохом не завершены. Строго говоря, их следует начать сначала. Негели, звезда первой величины среди ботаников того времени, тоже не понял его или не захотел понять. Высокочтимый господин Мендель, мне было небезызвестно, что полученный результат нелегко согласовать современным состоянием науки. Но я еще раз просмотрел записи опытов различных лет и не обнаружил никакого источника ошибки. Я уверен, что вы убедитесь справедливости моих выводов. Он ушел из жизни, не зная, какие страсти будут бушевать вокруг его имени и какой славой оно в конце концов будет покрыто. Лишь через несколько десятков лет после его смерти человечество, оценив то, что подарил ему Грегор Мендель, назвало его великим ученым. А науку, развившуюся на основе открытых им законов наследственности, нарекло генетикой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok